И к другим темам. Процесс продажи двух крупнейших казахстанских гидроэлектростанций Усть-Каменогорска и Шульбинская ГЭС не остановлен, а временно заморожен, уверены представители общественности региона. И мнение восточно-казахстанцев, и в частности журналиста и правозащитника Дениса Данилевского, основано на конкретных фактах и официальных документах. Подведомственные Минэнергообъекты по-прежнему остаются в реестре восьми первоочередных в плане приватизации государственного имущества. В дальнейшей судьбе и форме собственности стратегических предприятий пытался разобраться Вячеслав Витлугин. Но по-прежнему эти две ГЭС вот у нас в программе приватизации, причем как были они в числе восьми первоочередных объектов, так и есть. Комплексную программу приватизации объектов государственного имущества журналист из Усть-Каменогорска Денис Данилевский отслеживает с завидным постоянством. Внимание местной общественности вот уже больше полугода приковано к громкой сделке запланированной продажи крупнейших гидрообъектов Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС. По решению правительства из нормативно-правовых актов исключен факт прямой адресной реализации гидроэлектростанций инвесторам из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако в электронных торгах подведомственные Минэнерго, по сути стратегические активы, все еще фигурируют. Поэтому знаки припинания в предложении продать нельзя, оставить все еще не выставлены. Здесь делается так, исключается из программы приватизации. Принимается постановление, что исключить ГЭС ту и ту из программы приватизации. И все, вопрос, как говорится, ясен, как белый день. А если они остаются в программе приватизации, значит только сейчас затяжка времени. Тем временем на Усть-Каменогорской ГЭС собираются наращивать энергомощности. Станция с ежегодным валовым доходом до 2 миллиардов тенге увеличит объемы производства электроэнергии и, как следствие, станет еще прибыльнее. Однако на кого предстоит работать? На государство или частную компанию? Энергетики не догадываются, а просто выполняют свою работу. По расчетам энергетиков, вне зависимости от форм собственности на Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС продолжится плановая модернизация. И с учетом возможного дефицита электрической энергии до 2027 года на станции Усть-Каменогорска увеличат мощность на 12 мегаватт. Независимо от формы собственности, Усть-Каменогорская ГЭС и Шульбинская ГЭС, как и любое другое энергетическое предприятие Республики Казахстан, будет проводить техническое обслуживание. На Усть-Каменогорской ГЭС сейчас готовится к выводу в капитальный ремонт гидроагрегат номер 3. О дальнейшей судьбе и форме собственности технически исправных и отлаженных как единый механизм гидроэлектростанций, ответственные за освоение комплексного плана приватизации представители Министерства национальной экономики, особо не распространяются. Официальные журналистские запросы пресс-служба Миннацэкономики перенаправляет в Комитет госимущества, ограничиваясь формальной отпиской. Столь уклончивые ответы чиновников все больше настораживают информация не под грифом «секретно». Пока же известно, что целесообразность нахождения крупных ГЭС в комплексном плане приватизации рассматривает Госкомиссия. Вячеслав Фитлугин, Гульнара Амренова и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск, Хабар-24.